Здравствуй, Путник! Сегодняшняя история называется «Не выключай телевизор». Эта история по итогам голосования получила награду «Золотой манускрипт» в последнем октябрьском турнире на Маркопедии. Автор истории – Кристина Маслайн-Муратова. Ссылки на автора будут в описании. Приятного прослушивания. Квартиры такого типа риэлторы между собой называют «карцер». Знаю, потому что обошла не одно агентство в поисках того жилья, что будет мне по карману в моей нынешней ситуации. Но даже эти карцеры, которые мне предлагались со слегка скривленными в насмешке губами, были слишком дороги. Вариантом было снять комнату, но жить с кем-то, делить быт, вытаскивать чужие волосы из слива. Сейчас у меня на это просто не было моральных сил. Особенно после месяца проживания с подругой. Разумеется, я была очень благодарна ей за приют, но... но... Вариант нашёлся только тогда, когда я уже была уверена, что придётся согласиться на коммунальное проживание с чёрт знает кем. На вокзале в тот день я оказалась случайно. Подруга, у которой я временно жила после развода, попросила выкупить для неё зарезервированный на вечер билет в соседний город, куда она регулярно ездила к своему парню. Выкупив билет, я вышла на площадь перед вокзалом и пошла на мостик над неким подобием ручья, протекающим возле площади. На ручей смотреть было неприятно. Всё его русло было густо усеяно бычками, поэтому я повернула спиной к перилам и начала разглядывать людей, которыми кишел утренний вокзал. Тогда я её и увидела. Бабулька, абсолютно обычная на вид, бежевый весенний плащ 70-х годов, старомодная косынка и современные уги, эклетика поколений. Отличала её лишь картонная табличка, висящая на груди, по которой я скользнула равнодушным взглядом и уже собиралась отвести глаза, как вдруг увидела слово, зацепившее моё внимание. Гостинка Именно гостинками называют эти крошечные квартиры-гробики, где кухня и жилая комната объединены вместе, санузел же представляет собой крошечный закуток, а холодильник гудит прямо у тебя над головой. Гостинка, дешёвое жильё. Я выбросила бычок в сторону ручья, пополнив их береговую колонию и медленно двинулась в сторону бабульки. Через пару метров я различила цену, написанную на картонке, и ускорила шаг. Это было почти в два раза дешевле, чем просили в агентстве, да и на риэлтора, которому нужно платить комиссию, бабулька не тянула. Я неуверенно подошла и улыбнулась. «Здравствуйте, вы сдаёте квартиру?» Бабулька, задумчиво смотревшая в сторону, встрепенулась и повернулась ко мне. Выражение неясной тревоги на её лице сменилось радушной улыбкой. «Да, милая, сдаю. Ты хочешь снять?» «Смотря что за квартира и где находится. Если совсем в глухом районе, то...» «Нет-нет, почти в центре. Тут недалеко. Хочешь, сходим посмотрим прямо сейчас». Старушка так активничала, что я слегка занервничала. Стоит ли идти одной? Можно было бы пойти с подругой, но она на работе, именно поэтому она попросила меня съездить за билетом. Больше друзей, которых можно оперативно вызвонить, у меня нет. Да и, честно говоря, я бы постеснялась демонстративно делать это при старушке. «Идём, идём, милая». Старушка потянула меня за рукав и автоматически двинулась следом. «Ей богу, я идеальная жертва маньяка. И как я умудрилась дожить до 26 лет?» По пути в квартиру я вспоминала случаи из криминальной хроники про подставные квартиры, про людей, которых заманивали в локово бандитов, про проданных в секс-рабство женщин и милую питерскую бабульку, что травила и расчленяла своих квартирантов. Остановилась ли я? Нет. Я послушно шла за старушкой, даже с некоторым интересом ожидая, что будет дальше. В последнее время я стала фаталисткой. Когда мы оказались перед ветхой сталенькой в старом центре города, я испытала странные эмоции. С одной стороны дом выглядел жутковато, с другой, на логово мафии он не слишком походил. Мысленно перекрестившись, я ступила за моей проводницей в темный, пропавший мышами и мокрыми тряпками подъезд. «Тут невысоко, третий этаж», – пропыхтела бабулька, с трудом преодолевая лестницу. Мне бегать по этажам было не привыкать, поэтому я терпеливо ждала ее на каждом пролете. У высокой под потолок массивной двери старушка остановилась. Отперев ее большим старомодным ключом, поманила меня внутрь. За дверью тянулся длинный коридор с выходящими в него дверями. Я насчитала по три двери с каждой стороны и одну в торце. Старушка прошла в конец и отперла третью дверь слева. «Проходи, не разувайся!» Я тщательно вытерла ноги от дырявую серую тряпку и ступила на скрипучий паркетный пол. Наверное, раньше это была коммуналка, которую позже поделили на квартиры. Внутри меня встретило именно то, что я ожидала увидеть. Крошечный закуток в служащей прихожей не имел двери, и темнота, царевшая там, заставила меня как можно скорее пересечь его и войти в комнату. Она действительно оказалась крошечной, метров десять, не больше. Длинная, как трамвай, комната тянулась к рассохшему окну, которое венчало торец комнаты и напоминало отверстие на конце подзорной трубы. Квадратный выступ с дверью, который я образовывал в прихожую, действительно оказался санузлом. Напротив него вдоль стены тянулось подобие кухни. Тумба, раковина, подвесной шкафчик и гудящий старый холодильник. За выступом располагался старый красный диван, напротив которого расположилась тумба с телевизором. Хозяйка, которая смущенно поглядывала на меня, быстрым шагом пересекла комнату и быстро клацнула пультом, что лежал на тумбе. Ну вот, она развела руки, обводя окружающую обстановку. В её голосе не было никакой надежды, только смущение, и это кольнуло меня. Наверняка не я первая, оказавшись тут, демонстрировала такое выражение лица, которое сейчас наверняка образовала моя мимика. Мне стало жаль старушку, но я фрилансер? Жить и работать в этом гробу? Я смущенно улыбнулась и попятилась к выходу. Очень мило, но мне, к сожалению, не подходит. Да-да, я уже поняла, детка. Но вот мой номер. Если передумаешь, звони. Бабулька вытащила я с кармана и протянула мне самодельную визитку. Аккуратно вырезанный кусочек тетрадного листа в клетку, на котором старательным старческим почерком был написан номер телефона. Сердце сжалось, и я взяла бумажку, уверенная, что мне никогда не придётся звонить по этому номеру. Но судьба распорядилась иначе. Я выходила из квартиры под приглушённое обормотание телевизора. И ещё не знала, что уже завтра окажусь тут снова. Уже вечером, когда моя подруга пришла с работы и начала поспешно собираться на автобус, она объявила мне, что возвращается вместе с парнем, который будет искать работу в нашем городе. И мне, увы, придётся съезжать. Она вернётся через три дня и надеется, что к этому времени я уже что-то подыщу. Она ушла, а я весь вечер прорыдала, лёжа в ванне и напиваясь вином, которая осталась у нас с недавней посиделки. Я понимала, что обвинять её в чём-то несправедливо. Она имеет полное право видеть гнёздышко со своим возлюбленным в своей собственной квартире. А меня она и так приютила после того, как муж объявил, что больше не видит меня рядом с собой. И вообще, пора уже двигаться дальше. Он двинулся, а мне идти было некуда. Поэтому, выползя из ванны, я нашла в кармане бумажку с номером сегодняшней бабульки и позвонила ей. Радость в голосе женщины была настолько неподдельная, что мне даже стало слегка неудобно. Ведь это не я оказываю ей услугу, а она сдаёт мне жильё, пусть и довольно стрёмное, за сущие копейки. Мы договорились, что завтра я приеду с вещами, и я начала собираться. Следующим утром, волнуясь, бабулька мялась возле подъезда. Когда я приехала на такси, она улыбнулась, мелко загивала и повела меня в мой новый дом. Квартира выглядела ничуть не лучше, чем вчера, но я решила не падать духом. Моё покрывало на диван, мои занавески, пара репродукций, и тут станет гораздо уютнее. Я с трудом втащила чемодан в комнату и уже не удивилась, когда услышала, как за моей спиной бабулька щёлкнула пультом, включив телевизор. Некоторые люди не переносят тишины, но я никогда не была из их числа. Мы наконец-то познакомились. Бабулька, назвавшаяся Анастасией Павловной, села за узенький столик, расположившийся возле тумбы с телевизором, и дрожащей рукой переписывала мои данные с паспорта в договор о найме, пока я задумчиво ходила по моему новому жилю и трогала мебель и стены. Включила роутер, который, как оказалось, висел в прихожей. Заглянула, наконец, в санузел. Он оказался чуть лучше, чем я представляла, и даже имел узкую стиральную машину, зато не имел умывальника. Душ представлял собой вымощенную плиткой угловую площадку с бортиком, закрытую занавеской. Проверив, работает ли душ и есть ли горячая вода, я вернулась в комнату. Промотание телевизора слегка начинало раздражать. Я подписала документы, и хозяйка начала поспешно собираться. Я подошла к окну, отодвинула плотную штору на половину закрывающую окно и удивленно отпрянула. Затюливая занавеской я увидела рассохшееся деревянное окно, забранное снаружи решеткой. Я обернулась. Зачем тут решетка? Это же не первый этаж. Анастасия Павловна нервно улыбнулась. Я не знаю, это квартира моей покойной сестры, я тут ничего не меняла. Я почувствовала, как по позвоночнику пробежала легкая дрожь. Мне стало тревожно. А отчего она умерла? Не глядя на меня, хозяйка обувалась. Она не здесь умерла, не переживай, живи спокойно. От ее тона мне наоборот стало совсем неспокойно, и я нервно сглотнула. Но беспокойство достигло апогея, когда Анастасия Павловна, уже стоя у двери, обернулась. Ты только телевизор не выключай, пусть работает. Тут счета небольшие, за это не переживай. Я переживала совсем не за это. Что? Зачем? Старушка упрямо помотала головой. Не выключай и все, даже ночью, просто звук убавь. Волосы на моей голове зашевелились. Вы серьезно? А что будет, если выключу? Хозяйка посмотрела на меня хмуро и без улыбки. Да ничего не будет, лучше не выключать. Место тут не самое приятное, иначе не сдавало бы так дешево. А если свет выключат, тогда лучше уйди куда-нибудь, пока не включат. Пока я обдумывала, что я должна ответить на этот абсурд, входная дверь закрылась со звуком захлопнувшейся мышеловки, и я осталась в одиночестве. Спокойно, спокойно. Почувствовав, как нарастает паника, я повернулась и подошла к кухонному шкафчику, в котором во время осмотра я увидела старые чашки. Вытащила одну и пошла к дивану, где валялась моя куртка. Достав из кармана сигареты, я щелкнула зажигалкой. Затянулась, окинула взглядом мой новый дом и расплакалась. Это еще не было полным дном, но я была уже близко. Наревевшись и нажалевшись себя, я встала, с трудом открыла окно, впустив в комнату свежий воздух. Хватит, наревелась. Надо учиться жить по-новому и находить плюсы. Вот только телевизор очень раздражал. Выключив его, я поняла, что больше не могу игнорировать угнездившийся в желудке голод. И накинув куртку, двинулась на улицу, искать продуктовый магазин. Супермаркет нашелся по гугл-карте, в трех кварталах от моего нового дома. Гуляя между стеллажами с тележкой, я даже начала получать удовольствие от своего одиночества и свободы. Деньги у меня пока были, но скоро нужно брать новый заказ. Когда я вернулась с набитыми пакетами в квартиру, меня встретила звенящая, натянутая как струна, тишина. Разбирая пакеты и включая противно загудевший холодильник, я все сильнее чувствовала это натяжение пространства, которое будто образовывало вакуум у меня за спиной. Чувство было настолько неприятное, что я повела лопатками, будто пытаясь сбросить с плеч покрывала, и резко обернулась. Комната выглядела по-прежнему унылой и убога, но ничего страшного в ней не было. Наскоро пожарив яйца на старой индукционной плитке, я вытащила из сумки ноутбук и растянулась на диване. Работу никто не отменял, и ее нужно было делать, но минут через пятнадцать я поняла, что работать не могу. Удение холодильника давило на барабанные перепонки, стены, обклеенные выцвешившими желтыми обоями, будто нависали надо мной. В грудь начал заползать страх. Поежившись, я потянулась за пультом и клацнула кнопкой. Комнату заполнила мелодия заставки какого-то телешоу, и напряжение отпустило меня. Может, хозяйка имела в виду именно это, когда советовала включать телевизор? Раньше я всегда работала в тишине, но теперь мне пришлось делать это под приглушенные голоса из телеящика. Телевизор раздражал, но без него было еще хуже, и постепенно я так увлеклась работой, что совершенно забыла про него. Когда я наконец отложила ноутбук, в комнате уже практически стемнело. Встав, я потянулась, клацнула выключателем, и комнату залил неприятный тусклый желтый свет от старомодного стеклянного абажура на одну лампочку. От долгой работы и фоновой говорильни голова стала квадратной, и я выключила телевизор, с блаженством слушая наступившую тишину. Вытащив из пачки сигарету, я распахнула окно и оперлась на подоконник, глядя на тихий зеленый двор, залитый оранжевым светом фонаря на углу. Сигарета догорела до половины, когда я вдруг снова ощутила спиной напряжение воздуха. На меня будто навалилось тяжелое ватное одеяло, и я покрутила головой. Обернувшись, я увидела лишь пустую комнату, но стоило мне повернуться к окну, как ощущение вернулось. Мне казалось, что за моей спиной кто-то стоит, я кожей чувствовал чужой взгляд, сверлящий меня, и руку, что вот-вот коснется волос на моем затылке. Колени дрожали, сигарета давно догорела, но я продолжала пялиться в окно, боясь обернуться. Лишь когда я совсем замерзла, медленно, на ватных ногах я повернулась, и конечно же, ничего не увидела. В один прыжок я преодолела расстояние до тумбочки, хватила пульт и включила телевизор. Голоса, зазвучавшие из динамика, развеяли иллюзию чужого присутствия, и я выдохнула. Заснуть первую ночь я так и не смогла. Привыкла спать в темноте и тишине, а телевизор ужасно мешал. Но о том, чтобы выключить его, не было и речи. Когда я попыталась это сделать, тьма в комнате сгустилась и придавила меня подобной плитея. Стены сжались, а воздух зазвенел. Поэтому мне пришлось тут же снова включить его. Я промахлась до самого утра, и лишь когда солнце встало, и освещение телевизора перестало быть настолько контрастным, я наконец задремала. Будильник, который я поставила на 10, вырвал меня из сна через 4 часа, и я села на кровать с чугунной головой. Покурив, сходила в душ и поняла, что не могу провести тут больше ни минуты. Поэтому на скоропозавтраков я оделась, упаковала ноутбук и пошла искать поблизости дешёвое кафе с Wi-Fi, где я смогу поработать. Так началось моё хождение по всем кофейням и общепитам района. Денег у меня было катастрофически мало, и максимум, что я могла себе позволить, это цедить по две чашки кофе в день, иногда воровато поедая купленный на углу пирожок, спрятавшись за ноутбуком. Официанты смотрели на меня с презрением, но о том, чтобы вернуться в мою студию, не было и речи. Находиться там с каждым днём было всё сложнее. Выцвешившие жёлтые стены с волнистым узором, идущий трещинами жёлтоватый потолок, скрипучий дощатый пол, который оставался грязным, сколько его ни мяти и ни мой, пыльный диван-книжка, в щель по центру которого я постоянно сползала ночью, гудящий старый холодильник, потрескивающая электрическая плитка, окно, роняющее хлопья краски каждый раз, когда я бралась за раму. Всё это было мне настолько ненавистно, что хотелось плакать, но хуже всего была атмосфера в квартире, и то ощущение присутствия, которое мучило меня с самого момента переезда. А ещё, постоянная духота и нехватка воздуха, который, несмотря на открытое окно, почти не циркулировал в этом вытянутом гробу. Спать там, слава богу, я научилась, пришлось купить беруши и маску для сна. С ними я высыпалась более-менее нормально, и уже почти перестала бояться по ночам, пока однажды ночью я не проснулась, чтобы сходить в туалет. Стянув с глаз маску, я уткнулась взглядом в телевизор. Испросонья чуть не умерла от ужаса, увидев на экране жуткое, изуродованное мёртвое лицо. Я бы закричала, если бы могла, но из моей груди вырвалось лишь подобие протяжного хриплого карканья. Я зажмурилась, сердце бешено колотилось, от прилива адреналина затрыслись руки, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы снова открыть глаза и взглянуть на экран. Это оказалось всего-навсего криминальная передача про преступления прошлого, но прежде чем сердце унилось и руки перестали дрожать, прошло немало времени. Когда я была маленькой, мне дважды или трижды снился один и тот же кошмар. Я была пугливым ребёнком, боялась фильмов ужасов и книжек со страшными обложками. И сон, который я видела несколько раз, был таков. Мне снилось, что я нахожусь в комнате, либо в смежной с гостиной, либо в самой гостиной, где был включён телевизор, к которому я стояла спиной. Я знала, что по нему показывают что-то невыносимо, тошнотворно страшное, настолько страшное, что одна только мысль о том, чтобы взглянуть на экран, наполняла меня ужасом. Родители во сне спокойно смотрели эту жуть и не реагировали на мои просьбы выключить. А я никак не могла выйти из комнаты, не повернувшись лицом к телевизору и не увидев то, что он транслировал. Мраморные шарики. Голос по телевизору во сне говорил. Мраморные шарики. Что это значит? Словосочетание вселяло в меня такую сильную жуть, что увидеть это казалось равносильно смерти. Я просыпалась в холодном поту, и несколько дней после этого сна проходила мимо телевизора с внутренним напряжением. То, что случилось, странно перекликалось с моим детским кошмаром, и я дрожала от страха, когда мыла руки после туалета. Я уже давно решила, что съеду отсюда сразу же, как найду хоть что-то, но вариантов по-прежнему не было. Даже нормальных комнат не попадалось, а идти мне было некуда. На утро я позвонила хозяйке, не знаю зачем, просто хотелось поговорить с ней про квартиру, но она не взяла трубку. Почему-то я этому не удивилась. А через несколько дней случилось то, о чем я спрашивала тогда, в самый первый день. Что будет, если свет отключат? Вечером я вернулась из очередного кафе, голодная и продрогшая, поставила воду, чтобы сварить макароны. Телевизор я включила практически с порога, завела привычку не расставаться с пультом. Я уже знала все вечерние телепрограммы, сериалы и шоу на всех каналах, что ловила антенна, провод от которой уходил в отверстие в стене наружу. Макароны уже начали закипать, когда лампочка, уже более яркая, замененная мной, вспыхнула еще ярче и погасла. Телевизор с холодильником, разумеется, тоже потухли, и я на миг застыла, как статуя, слушая затихающее бульканье в кастрюльке. Когда вода стала неподвижной, меня придавила такая тишина, что я автоматически коснулась ушей, проверяя, нет ли в них беруш. Сердце узким ужиком мгновенно заполз ужас, все ширясь и разрастаясь, подобно опухоли. На ватных ногах я подошла к смутно светящемуся в темноте окну и выглянула наружу. Соседние дома, двор, все было залито чернильной темнотой. Блэкаут на весь наш маленький район. Затылком я почувствовала уже знакомый взгляд, а мои шеи будто коснулись невесомые пальцы. Я почувствовала, что мне не хватает воздуха, но обернуться было гораздо страшнее. Я судорожно пыталась дышать и собиралась силами, чтобы повернуться, схватить куртку, которую я кинула на диван, когда пришла, и в три прыжка оказаться у двери. Но внезапно за моей спиной послышалось шипение и громкий щелчок, который выбил остатки дыхания из моей груди коротким вскриком. Я обернулась и увидела, что телевизор включился. Зрелище было настолько абсурдным, что какое-то время я стоял, открыв рот. Света не было во всем районе, а телевизор каким-то образом работал. Я бы ничуть не удивилась в ту секунду, если бы на экране показалась мертвая девочка из фильма «Звонок», но экран показывал другое. Сначала я не поняла, что я вижу, но разглядев, увидела длинный коридор с дверями по обе стороны и одной в торце. Волосы зашевелились у меня на голове, когда я поняла, что это напоминает тот коридор, что я прохожу ежедневно перед тем, как зайти в свою квартиру. Двери на экране были закрыты, но вдруг та, что в торце приоткрылась, и я отпрянула от экрана. Ощущение, которое меня преследовало в детском кошмаре, накрыло меня ужасом с головой. От картинки на экране веяло потусторонней жутью, да и неудивительно, учитывая, что телевизор работал вопреки всем законам физики. Дрожащей рукой я потянулась к шнуру, и изо всех сил дернула его, но картинка на экране даже не мигнула. Мои ноги подкосились, и я ползком отодвинулась подальше от экрана, уперевшись спиной в диван. Во рту пересохло, сердце колотилось в глотке. Не в силах оторвать взгляд от телевизора, я наблюдала, как в открывшейся на экране двери появился силуэт, который странными, маленькими шажками двинулся в сторону камеры. Сначала я не поняла, что с ним не так, но потом до меня дошло, что силуэт двигается спиной вперед. Нельзя, чтобы оно обернулось, нельзя смотреть. Ужас подкинул меня пружиной. Я скачала на ноги, схватила куртку и кинулась к двери. В закутке прихожей царил кромешный мрак, и я на ощупь ткнулась туда, где была дверная лучка. Ручки не было, и двери тоже не было. Трясущимися руками я достала из кармана зажигалку, с третьего раза зажгла огонёк и задохнулась. Двери не было, на её месте была всю та же обклеенная жёлтыми обоями стена. Я попятилась и принялась вводить зажигалкой вдоль стен, пока она не обожгла мне пальцы, и я не выронила её. Двери не было, ни единого следа. Более того, дверь в санузел тоже пропала. Я бросила беспомощный взгляд на телевизор и торопливо отвернулась, видя, что существо на экране всё приближается, постепенно заполняя с собой всё пространство. Если оно обернётся, если оно обернётся... Паника подхлестнула меня, и не думая ни о чём, я кинулась к окну. Дёрнула оконную раму, вдохнула ледяной воздух, вскочила на подоконник и... Решётка! Чёртова решётка! Вот она здесь зачем! Я беспомощно вцепилась в прутья, понимая, что не смогу протиснуться сквозь неё. То, что живёт в телевизоре, то, что отгоняет глупые телешоу и мыльные оперы, было всё ближе. Я чувствовала его за спиной. Не дыхание, потому что оно не дышит, и не прикосновение, потому что оно не может коснуться. Я чувствовала лишь ужас, который заставил меня сжаться в комок и упереться лицом в прутья решётки. Может, если я навалюсь на неё, она выпадет? Что будет со мной, думать не хотелось. Тьма раступалась за моей спиной. Я видела отблески экрана. Я знала, что если обернусь... Мраморные шарики. Мраморные. Эй! Что с тобой? Помощь нужна? Голос ворвался в мой мозг так внезапно, что я на секунду даже не поняла, что услышала. Разлепив зажмурные глаза, я посмотрела вниз. Под моим окном стоял мужчина, одетый в куртку с капюшоном, которого я вроде бы несколько раз видела во дворе из своего окна. В его руки тлела сигарета. Я судорожно всхлипнула и полезла в карман куртки. Нащупала ключи, разжала пальцы, и они упали на асфальт под окном. Пожалуйста, 33-я квартира. У меня что-то с дверью. Мой голос прерывали всхлипы, но когда мужчина поднял ключи и задрал голову, меня будто прорвало. Вытащи меня отсюда! Вытащи! Прошу! Только... Только не смотри на телевизор! Закричала я и, закрыв глаза, разрыдалась. Сияние экрана за моей спиной стало таким ярким, что я буквально чувствовала его затылком. Быстрее! Быстрее! Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я услышала удар за моей спиной, и через минуту сильные руки сдернули меня с подоконника. Что-то пробормотав, сосед сгреб меня в охапку и потащил прочь из квартиры, как пожарные выносят людей из огня. Я зажмурилась, но когда мы были в прихожей, всё же приоткрыла глаза, как лотова жена, и краем глаза увидела комнату. На моё счастье, холодильник с этого ракурса закрывал телевизор, и прежде чем я увидела экран, я снова закрыла глаза. Второй раз я открыла их только тогда, когда запах подъезда остался позади, и я почувствовала свежесть осенней ночи. «Ты как? Всё нормально?» Сосед подвёл меня к лавке и усадил на неё. Я по-прежнему держала куртку, вцепившись в неё мертвевшими пальцами, но, посмотрев на его силуэт в темноте, заливавший двор, немного пришла в себя и разжала руки. Осторожно натянув куртку, я достала из кармана сигареты. Не говоря ни слова, сосед чиркнул зажигалкой. Какое-то время мы молча курили. Я не знала этого человека, но он только что спас меня. От чего? Что вообще произошло там? Это было сумасшествие? Галлюцинации? Как объяснить это ему? Я заёрзала, и сосед протянул мне руку. «Кстати, я Владислав». «Карина». Я пожала его ладоней, мы снова замолчали. Наконец, я собралась с силами. «Владислав, спасибо вам. Я не знаю, что сказать. Там произошло нечто странное. Не знаю, как объяснить. Я не наркоманка, не подумайте только». «Я и не думаю. Об этой квартире все соседи знают». Владислав щелчком пальцев отправил бычок в кусты. Я повернулась к нему. «Что знают?» Но тут женщина одна жила несколько лет. В возрасте, одинокая. Сестра той, что теперь квартирантов вроде тебя приводит. Однажды она выпала в окно и сломала шею. «Она не здесь умерла, не переживай». Вспомни слова хозяйки, я невольно усмехнулась. «Да, она умерла не в квартире. Тут ничего не скажешь. Не солгала». А потом? А потом въехал ее сын, который, оказывается, у нее был. И через три месяца то же самое. Тоже выпал из окна. Выжил, но вроде позвоночник сломал. Инвалидом стал. Вроде как тетка за ним и ухаживает теперь. Я подробностей не знаю. То у наших бабулек местных спросить надо. Решетку вставила Анастасия Павловна, да? Это хозяйка нынешняя? Да, она. Сдавать начала эту конуру. Но все квартиранты больше месяца не задерживаются. Уж не знаю, что с этой квартирой. Но что-то там явно творится. Все сбегают сами не свои. Вот и ты. Холод пробирался под куртку. И я зябко поежилась. Там что-то с телевизором. Ты видел, что? Я обернулась, чтобы посмотреть на окно своей квартиры. Но не нашла его. Телевизор больше не работал. Темнота, накрывающая двор, стала еще гуще. Я повернулась к молчащему Владу и увидела, что он сидит ко мне спиной. А в горле моментально пересохло. Мне не хотелось, чтобы он оборачивался. Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, история вам понравилась. Пишите мнение в комментариях обязательно. Также подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на паблик автора истории. Можете заходить к ней на Boosty. Подписываться там на нее. Также на Author Today. И все остальные ссылки, которые будут в описании. Пишите свое мнение об истории в комментариях. Ставьте лайки или дизлайки. А также приходите на стримы по четвергам. С вами был канал Zoffizne. Всего вам хорошего. И обязательно еще увидимся.